друзья всем привет хотел сегодня поделиться с вами довольно редкой пока что информацией по электрическому котлу фирмы ЕЦА турецкому котел арсеус или арфей вот он у нас здесь есть и эта конфигурация с больным косвенного нагрева для начала давайте я каратенечко вот покажу пока котел открыт что вообще в нем есть одним из неоспоримых преимуществ этого котла по сравнению с другими является наличие в базе уже трехходового клапана с сервоприводом для подключения бойлера косвенного нагрева то есть в котлах там например протерм и стаут вы за те же деньги получите просто голый котел да и тут надо будет покупать отдельно тысячи там за 11-15 здесь же все в базе есть это здорово дальше что тут еще хорошего насос грунтвоз как видим до ночи их достать не так уж просто есть сливной кран с бака в котором содержится тены это тоже в принципе классно потому что иногда бывает очень неудобно сливать через имеющуюся какую-то арматуру подставлять подставлять ведра под вот этот вот клапан поэтому это тоже плюсик прям скажу еще что интересно с воздухотводчика идет вот трубочка сброса и она отдельно выведена здесь в некоторых моделях эта трубочка выводится на арматуру безопасности и вот этот вот клапан безопасности где он там у нас сзади по моему торчит с него может капать и непонятно почему капает то ли это воздухотводчик то ли это давление в котле высокая то ли просто клапан да не очень исправен и капает здесь вот эти функции разделены в принципе здорово что заметил не очень приятного вот это вот крышка у нас болталась там наверху вот есть защелка она прям клипса и в эту клипсу входит такая такой кругляшок и вот он входит и выходит но не фиксируется и в итоге вот эта крышка висела прямо на проводах не очень здорово поэтому пришлось ее закрепить на стяжку ну в принципе закрепили ничего страшного туда лазить никому не требуется в общем вот и все здесь вот у нас есть плашка для подключения различных устройств и тоже неприятный момент это плашка не подписано не здесь не в руководстве то есть там есть электрическая схема но расписано электрическая схема платы которая находится вот в этом коробочке а как подключаться вот к плашке непонятно поэтому вот я вам могу подсказать что если вы хотите подключить комнатный термостат то он подключается сюда к левому краю но тут можно догадаться потому что по умолчанию тут стоит перемычка да вы снимаете перемычку подключаете комнатный термостат а вот куда более косвенного нагрева подключать попробуйте угадать ну техподдержка сказала что вот сюда на крайнюю на крайние правые контакты вот сюда и будем подключать сейчас заполним обвяжем и будем более подключать вот а дальше я хотел бы вам наверно показать как включить и отключить как раз функцию работы бойлера косвенного нагрева поскольку здесь есть один нюанс нюанс следующий котел либо работает только на бойлер либо на бойлер и отопление а просто вот выбрать функцию просто кнопкой чтобы он работал на отопление а на бойлер не работал нельзя вот такой есть нюанс то есть вот по умолчанию если вы включили котел с бойлером косвенного нагрева включили его в сеть он сразу я так понимаю падает в ошибку вот здесь и показывает что у него не подключен датчик бойлера и не хочет работать а вот чтобы его отключить надо довольно глубоко забраться в это меню и опять же в руководстве по применению и установке не написано как это сделать вот я нашел еще другое руководство в интернете ну более обширное но вот прямого пути про бойлер тоже нету то есть там есть пункты меню там это то это это таблица но вот так сходу в нее не разберешься поэтому я сейчас вам одно за другим действием покажу что делать с этим с этой ситуации с бойлером и так если вы включили котел без подготовки скажем так с не подключенным датчиком бойлера в надежде что он просто пока не будет греть бойлер то так не получится котел показывает ошибку f52 говорящую что датчик бойлера не подключен подключите пожалуйста а то я не понимаю что делать что с этим сделать если вам пока не надо там бкн например да вам там надо запустить систему просто на радиатор без бойлера вот нам надо было запустить ее на пару недель просто без радиатора значит мы прижимаем центральную кнопку держим ее достаточно долго попадая в меню ТС то есть это сервисное меню еще раз нажимаем круглую кнопку и попадаем в параметры 0001 а здесь нам надо выбрать 0 7 параметр который означает доступ полный другим настройкам подтверждаем моего уже левым плюсик подтверждаем и попадаем в группу параметров п 00 01 и так далее и в этой группе мы листаем левым плюсиком до параметра п 09 который как раз отвечает за отношения с бойлером костного нагрева в этот п 09 заходим и вот здесь стоит 00 00 означает что сейчас котел ожидает подключение датчика бойлера и по-другому работать не будет надо поставить п 0 вот здесь в п 09 надо поставить 01 установку подтвердить ее там кнопочкой и дальше можно опять прижать круглую кнопку и выйти обратно наверх если мы выходим все пожалуй котел говорит окей 22 градуса теплоноситель ну сейчас он у нас контролируется термостатом поэтому проводочку поэтому греть не начинает а так при желании начал погреть радиатор вот чтобы бойлер косвенного нагрева подключить собственно надо двигаться в обратном порядке сейчас мы это сделаем отключим бойлера прессуем и посмотрим как все будет работать и так датчик бойлер косвенного нагрева я подключил теперь пытаюсь в обратном порядке дать котлу скажем так сигнал что надо бойлер греть захожу в меню т.с. подтверждаю круглой кнопкой выбираю код 07 который дает мне полный доступ подтверждаю левым плюсиком параметрах п левым плюсиком выбираю п 0 9 и здесь уже ставлю 00 подтверждаю выхожу наверх вот сразу котел увидел что есть более что в нем 11 градусов и получил сигнал на нагрев бойлера зажужжал моторчик сервопривода и сейчас пойдет собственно нагрев я могу выставить температуру любую от 30 градусов но пока оставлю 30 чтобы нагрев был побыстрее и мы могли проконтролировать все остальные функции как только разогрев бойлера будет осуществлен но и пока более нагревается вот уже 19 градусов набрала было 10 маленькую экскурсию вам сделаю по домику есть домик буквально там квадрат на 60 у него есть гостиная кухня спальня слева спальня справа санузел и котельная и вот на удивление огромную котельную нам выделили хотя мы уместились по ее задней части нам больше было не надо вот но зато здесь вот поставить хозяйка стиральную машину вот такой вот канализационный слив был выбран тоже заказчиками потому что они сами сделали закладные в полу вот 110 здесь закладную 110 вот здесь закладную и 50 для завода коммуникаций мы завелись через 50 110 вот свободно и еще одну 110 закладную они сделали вон там под унитаз и в этом помещении тоже планируется канализация верхним до путем ну выбор людей как бы ничего не могу тут прокомментировать на мой взгляд можно было бы и под домом сделать захотели так вот здесь скважина наши ребята это сделали из этого окошко не видно и бог с ним расширительный бак автоматика дальше через стандартные колбы разводим воду по дому причем в данном случае мы развели все по котельной а санузел насверливает только отверстие там стоят водорозетки летний поливчик конечно же и вот по этой стороне идут две верхние трубы стиралка и вот на кухне здесь прям небольшая система радиаторов по моему 7 и в данном случае я не стал даже делать здесь 32 трубы я поставил 25 и краны с накидными гайками взял валтековские полдюйма на три четверти то есть накидная гайка три четверти сами краны полдюйма их проходного сечения за глаза хватает чтобы здесь все было тихо мирно и всем радиатором хватало теплоносителя здесь стоит расширительный бак ребят еще и еще раз не устану говорить про расширительные баки внутри котлов они безусловно имеют место быть они работают особенно если в системе отопления вот залита вода коэффициент расширения воды не очень делик и с водой этот бачок принципе справляется если у вас системе литров там 60-70 а вот если у вас системе антифриз как здесь то этому баку будет очень тяжело давление будет скакать и вот такой бак я лично всегда бы рекомендовал ставить мы на прошлой неделе все выходные да как обычно люди приезжают в пятницу включают котел либо они приезжают и уже из-за двери слышат песк котла там стал плюс стоит он пищит громко когда у него проблемы он пищал что у него низкое давление хотя недавно вот вы на может видели ролик не так давно и выкладывал как я делал полное обслуживание этого котла накачивал бак там накачивал антифриз я сделал вывод что бак косячим все-таки потому что но он вообще никак в адеквате не хочет себя вести вот поехал туда мой коллега накачал бак чуть-чуть подбавил теплоносителя в итоге к вечеру котел заверещал от того что давление высокое и ну прям проблема на проблеме поэтому вот призываю ставить внешний расширительный бак и хочет удобно обслуживать вот этот бак обслуживать но крайне неудобно у него нету отсечной арматуры у него нет ничего чтобы его грамотно обслужить его нужно отсоединить от системы и слить как это сделать не разведя в котле лужу ну то есть только слить котел целиком до отключить его от системы и через сливной краник который я показывал опустошить блок тенов опустошить все что можно и только потом бак скажем так он опустеет он на гибкой подводки там вот под видео тогда его можно будет подкачать обслужить в другом это будет неправильно а этот бак наружный пожалуйста вы его отключаете от системы прошу прощения за темноту темнеет вечер освещения нет отключаете отсечным краном сливаете через сливной все бак свободен подкачиваете и собираете все запускайте все обратно не надо лезть в котел не надо возиться с тряпками и так далее ну вот крик души но естественно на более ли тоже расширительный бак естественно он накачан по верхней планке давление склона скважинного насоса он здесь нас качает до трех в этом баке 32 давление пустом баке в этом баке пустом давление 1 и 3 1 и 4 системе вот как то так и вот были уже почти довел сон до 30 добьет и я надеюсь перейдет к работе с радиаторами хотя может и не перейдет пошли сколько ставил на этом вот на этом друге 15 понятно окей значит он греть не будет а можешь поставить 20 вот тоже заказчица купила термостат а сейчас два его подключили поставь 22 поставим 22 и как только хотел с боли он разберется он должен перейти на нагрев радиатор чтобы поддерживать температуру заданную термостатом ну вот все что я хотел сказать в основном я хотел конечно рассказать про настройки электрокотла яйца я вот сегодня лазил ничего не день нашел мне дали телефон техподдержки я туда позвонил там весьма приветливый мужчина мне рассказал что куда как нажимать прислал мне еще какой-то видосик прислал руководство но в целом у меня был запрос конкретный да что делать с бойлером и он мне все быстренько рассказала я вот теперь вам рассказал пользуйтесь надеюсь будет полезно потому что на мой взгляд котел неплох неплох у него все что нужно есть уже в комплекте более арматуру для бойлера все арматуру безопасности работает тоже достаточно тихенько бесшумно насос грандфос табло адекватное все крупно цифры видно не хуже других я думаю из европейских комплектующих посмотрим посмотрим как будет работать и от первого детства который мне удалось поставить хотя на выставке феврале еще мы их видали и я понял что в общем-то неплохой вариант но тем не менее люди на новые не очень хорошо реагирует иногда они ставят про терм ставят стаут кто-то ищет там свои какие-то марки алтий цашку поставили первый раз ну вот будем надеюсь что все будет хорошо все всем пока спасибо что посмотрели если был полезен ставьте пальчики подписывайтесь увидимся